Привет, с вами Догмама Аня и мои собаки Софи Эйвен, которые сейчас заняты тем, что грызут вкусняшки. Далеко не самая редкая порода, всего лишь чихуахуа. А сегодня мы перечислим 5 одних из самых редких пород собак в мире. Итак, поехали! 5 место. Муди или венгерская пастушья собака. Это очень древняя порода, она сложилась еще в средние века. Но после Второй мировой войны порода практически исчезла, и ее, можно сказать, восстанавливали заново. Муди отличные пастухи, охранники и собаки-компаньоны. Благодаря размерам, муди отлично подходят для содержания в доме. У этой небольшой, выносливой и крепкой собаки неиссякаемый запас энергии. Муди послушные, смелые, энергичные, хорошо обучаемые и очень ориентированы на человека. Муди не агрессивны к людям и собакам, шерсть муди практически не требует ухода. В содержании эта собака очень простая, но ей нужно много двигаться. Но, несмотря на все перечисленные достоинства, очень большую популярность порода, к сожалению, так и не получила. 4 место. Чинук. Чинук. Это редкая порода ездовых собак, выведенная в США в начале 20 века, сравнимая с сибирскими хаски по быстроте. Ее создал американский селекционер Артур Валден. У него получилась сильная, скоростная, выносливая порода с хорошими адаптационными свойствами. Но чинук мало подходит для жизни в небольшом помещении. Ему необходимы постоянные физические нагрузки и движения. При этом он может стать великолепным другом и защитником активному человеку. Порода названа в честь чинука, то есть вожака собачьей упряжки. После смерти создателя порода, к сожалению, практически исчезла, пока в 1981 году группа энтузиастов не начала работу по спасению породы. Тем не менее, чинук все еще причисляется к редким породам собак. Чинуки не признаны ни одним кинологическим клубом. Главные распространители этой породы – частные лица. 3 место. Чуньцинь. Тоже очень редкая порода собак родом из Китая. Она появилась более 2000 лет назад. Статуэтки, изображающие собак этой породы, находили в древних китайских гробницах. Чуньцинь могли заводить только знатные особы. У этой собаки всегда величавый вид, независимо, чем она занята. Это порода среднего размера с мускулистым и мощным телом. Собаки этой породы отличаются силой и проворством. Они очень волевые и независимые, обладают острым слухом и обонянием, отличные охотники на мелкого зверя. По натуре эти собаки – лидеры, поэтому не очень хорошо уживаются с другими собаками и кошками. Эта порода отличается от многих тем, что не выводилась специально. Чуньцинь – это собака естественного происхождения, поэтому вряд ли подойдет новичку. Но в то же время эта собака-телохранитель предана хозяину и любит детей. Она недоверчива к посторонним и бросится в атаку, если почувствует, что хозяину, семье или имуществу грозит опасность. Во время Китайской революции в 20 веке множество собак погибли вместе с хозяевами и были брошены на произвол судьбы. Поэтому сегодня эти собаки единичны. Второе место – леопардовая собака-катахулы. Порода собак родом из Америки, за пределами родины крайне малочисленна. Точное происхождение леопардовой собаки-катахулы неизвестно. В 1979 году правительство Луизиана объявило леопардовую собаку-катахулы официальным символом штата. Эта порода собак – верные, компаньоны и надежные друзья. Контактные, но не навязчивые. Они очень активны и игривы. В первую очередь, это рабочая порода. В связи с этим им необходимы не просто долгие прогулки, но и физические упражнения, дающие достаточную нагрузку. В присутствии других людей они могут казаться несколько замкнутыми, но ни в коем случае не проявят агрессию или чрезмерную трусость. Так как они являются охотничьими собаками, то у них очень высок инстинкт добычи. Не рекомендуется содержать их в квартире. Идеальный вариант для катахулы – это то место, где для нее найдется работа, например, ферма. Заводить такую собаку можно только человеку, знакомому с кинологией. Несмотря на все свои плюсы, катахулы могут проявлять упрямство и неподчинение. Чтобы этого избежать, хозяин должен показать свое лидерство непосредством насилия, а прежде всего через последовательное поведение. И первое место, конечно же, заслуженно занимает тибетский мастиф. Много веков назад и сейчас эти очаровательные пушистые медвежата охраняют монастыри и домашние хозяйства в Тибете. Тибетский мастиф обладает густой, ровной шерстью, что позволяет содержать его круглый год под открытым небом даже не строя конуры. Вес взрослого тибетского мастифа от 60 до 80 килограмм, а рост от 60 до 77 сантиметров. Это просто огромная собака. Но по характеру очень спокойная и сдержанная, сочетающая в себе способность жить в семье и безупречно охранять дом. В отношениях с другими собаками тибетский мастиф дружелюбен, но одной из главных отличительных особенностей породы является независимость по отношению к хозяину. Выведенные для охраны эти собаки предпочитают бодрствовать по ночам, отсыпаясь в дневное время. Мастифы умны и сообразительны, но часто упрямы и требуют от хозяина способность проявить несомненное лидерство и отличного понимания собачьей психологии. Правда, ввиду своего места происхождения, размеров и того, что порода считается одной из самых дорогих в мире, особенного распространения мастифы не получают. Очень красивые и, безусловно, редки белые тибетские мастифы. Итак, вот такая вот пятерка получилась у нас, но их, конечно, далеко не пять. И если хорошенько полазить в интернете, можно найти множество редких пород собак. Напишите в комментариях, какие редкие породы собак знаете вы. И если вам понравился этот ролик и вы хотите еще видео из серии ТОП-5, ставьте лайк, любите своих собак и будет вам счастье. Мне понравился тибетский мастиф, вот это собачка, я понимаю. Да ну, катахолы прикольные, они пикнистые, прям как мы. Не знаю, имя у них дурацкое, катахолы. А что, нормальное имя? Это не имя, а порода вообще. Порода, дурацкое название у породы, катахолы. Ивин, что ты ерничаешь? Ты просто чугуашка и нередкий вообще. Нередкий, блин.